всем доброе утро друзья мои начинается новый день мы возвращаемся в мир сейчас мы находимся возле железнодорожного вокзала очень интересно как мы все поедем поездка впервые на поезде хотя я мечтала на поезде вот помните когда я была в мерсине я говорю рассказывала вам мы собираемся ехать на поезде самолете вот видите как заказ был принят селена и она исполнила мои мечты мои желания не то что мечты такого настолько багажа пока дотащили о блин тяжело так что вот пашкем пошел водички купить пашкем пошел магазин маркет купить водички что-нибудь еще пожевать дороге хотя мы позавтракали с ним 7 часов я вообще плохо ночью спала чесалась еще мне что-то кусало но комары это не то что вы говорите клопы клопы в нашем доме не может не могут быть клопы почему потому что недавно делали генеральную уборку все ковры перемыли полы все постелили у них нет клопов такое такое не водится скорее всего я заметила такие комары не такие как у нас грузии какие-то такие худые вот большие вот от них они меня и вот покусали еще естественно я просыпалась и почти я очень каждые два часа просыпалась и встала раньше будильника йогу не успела сделать сегодня ничего приеду сделаю сегодня не знаю пойду на зумбу или нет все зависит от того как мы доедем как что там дома что меня ждет каком состоянии цветы мои надо же все это убирать но это все впереди и сначала нам надо доехать и вот мы уцели почти сколько людей уже собралось 10 минут осталось все едут на поезде почему потому что очень выгодно и и дешево 57 лир стоит билет а в автобусе до месяца 100 поэтому люди и выбирают поезд те сколько семьям и сколько дашь от всего такие вот темные дорогие тоже вот будем садиться мы уже в поезде друзья мои мы едем вагон заполненный такой есть свободные места но тут люди не садятся не на свои места пришлось поднять их так что вот такое кладбище здесь перед нами открылось счастливой нам поездки едем едем и едем и вот одни горы пустим печенье мама еще сорвала с утра помидоры и перец сладкий дороге по кушать и хлеб возьмите как она беспокоится загрузила нас по порно по полной программе очень вот такой вид можно возвышенности эти городу горная местность то что там горы прямо возвышенность мы сейчас постепенно будем спускаться на свои места так вот ничего интересного сон пришел надо поспать я жена почти не спала по дороге очень много туннелей поэтому здесь нет интернета но есть время как раз чтобы монтировать для вас видео дорогие друзья я жена свет включеный прохладно хорошая кофта нам комфортно вот наши помидорчики могут уже смыть и печенец и поспали В общем, жду показать вам, мы уже почти, по-моему, близко, мне так кажется. Смотрите, какой лес и опять туннель. Длинный туннель прямо. Вот так вот пошла уже с прикола. Еще, слава богу, я уже в цивилизации взошлась. Хочу вам сфотографировать, не все мы никак. Смотрите, смотрите на мои морщиночки. Все у меня морщиночки. Друзья, а я действительно тропу из-за чего-то как-то такая есть наградная. Даже в сторисе я направляю свои камни. Все подряд, что есть, да? Я выбрала для себя лично такую тему. Когда хочу, что хочу, с кем хочу, оставляю. Какая есть она. И в огороде, и без макияжа, и с макияжами. Видите меня все. Я в золотую радость. Электрена тоже очень легкая. Меняю, вы же знаете, да? Как мы это увидим с этого туннеля, какой длинный. Боже, наконец-то мы выехали. К свету, к солнцу. И опять. Такие обладенные виды из окна. Сразу видно, что мы подъезжаем к влажному климату. Потому что там, где мы были, очень редко и мало деревьев. А здесь свет светит, и порухнет. Все в зелени. Наверное, здесь идут дожди. Сразу понятно, как будет. У нас в Грузии ботонический сад. Он зеленый. Вообще, все зеленое, все цветет. От того, что дожди. И, значит, и здесь тоже очень много дождей. Тут какая-то погода тоже пасмурная. Смотрите, Турция какая-то. Камни, да? И среди этих булыжников домики. Как интересно вообще все. Красиво. Посмотрите, сколько людей еще. Айшкен пошел за билетами сейчас. Ну вот, мы будем ждать здесь. Привет вам из Мерсина. Друзья мои. И я нахожусь на море. Правда, сейчас девять часов. Но я не могла раньше устать. Вот что-то сегодня у меня был такой уставший организм. Так что, мои дорогие, сейчас я искупаюсь, а потом с вами поболтаю. Без пятнадцати девять. И вот я искупалась в море. Боже мой. Какое удовольствие. Какой кайф. Друзья мои любимые. Мои подписчики. Наверное, минут сорок я барахталась в воде. Встретила свою знакомую. Мы с ней и плавали, и разговаривали, и общались. Не жизнь, а малина. Прочитала комментарии. И накануне, когда я ехала в поезде, прочитала комментарии. И одна подписчица меня спрашивает. Почему вы никогда не ездите в отель и не отдыхаете? Знаете, я хочу вам ответить сейчас на этот вопрос. У меня отель каждый день. Я живу возле моря. Десять минут ходьбы. Зачем мне нужно ехать куда-то и тратить свое драгоценное время сутками в море? Я не хочу находиться. Мне достаточно час-два побыть на море, зарядиться энергией и идти к своей цели. Работать, заниматься любимым делом, хобби. Даже сейчас как-то я и не мечтала об этом, и не пролонировала куда-то поехать отдыхать. Если мы захотим, сможем. Мы так с ним хорошо время проводим везде. Пусть будет эта деревня, пусть будет это просто набережная, пусть будет даже эта квартира наша. Нам с ним очень комфортно вдвоем везде. Не обязательно нужно уезжать в эти отели и там отдыхать. У нас отдых каждый день. Мы посвящены полностью себе, нашим отношениям. В любое время мы, когда хотим, встаем, когда хотим, ложимся, когда хотим, кушаем, когда хотим, пьем. Поэтому, моя дорогая, моя жизнь каждый день – это жизнь, как в отеле. И мы живем на море. Нам нет необходимости куда-то уезжать на несколько дней. Я всегда хочу возвращаться в свой дом и спать в нем. Конечно, исключая те ситуации, когда нужно поехать в деревню. Где бы мы не развлекались, мы всегда мчимся домой. Никогда не остаемся ни у кого из друзей, хотя очень много было предложений. Останьтесь у нас. Нет, нет. Наша кровать, наш дом самый, наша крепость, как говорится. И нам комфортно в нем. Поэтому, моя дорогая, мы не задумывались никуда пока с ними уезжать и отдыхать. Потому что мы отдыхаем каждый день. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Еще хочу вам рассказать, как мы доехали. Какие у меня впечатления о поезде? Ну, что я могу сказать? Во-первых, это все длительно, очень долго. На автобусе быстрее до Мерсина. Три часа в дороге и вы в Мерсине. А на поезде с пересадками до Аданы, а потом с Аданы до Мерсина. Мы когда высадились, значит, с нашего поезда. Пока муж пошел покупать билеты, поезд в Мерсин уехал. Пришлось нам уже 45 минут сидеть на вокзале и ждать. Жарища, конечно, перемена климата чувствовалась очень сильно. И было очень некомфортно. Вот вчера я была никакая. Даже не могла ни видео записать, ни пойти на зумбу. А какая зумба, когда мы приехали после пяти домой. В самое пекло вернулись. Естественно, дом нужно приводить в порядок. Пока я разложила овощи, которые нам передала свекровь. Быстро приготовила ужин. А что приготовила? Хорошо, что у меня были в морозилке голубцы из виноградных листьев. Сарма называется. Я быстренько ее залила кипятком. Пошла сама в душ. Приготовила салатик. Мы с мужем поели. Как я вам уже говорила, я каждый день кушала хлеб в деревне. И что вы думаете? Сегодня утром я встала на весы. Прежде всего я посмотрела на свое тело. Смотрю, что у меня не прибавилось ничего. Никаких округлостей не прибавилось. Встала на весы. У меня, наверное, разница полкило. А кушала я так много, так много. Я думала, наверное, килограмма три-четыре наела. Нет, мои дорогие, все это говорит о том, что нужно заниматься йогой. С утра сколько лет, уже второй год я занимаюсь йогой. Ну и плюс моя активность в течение дня, ведь я не садилась там. Было постоянно в движении. Ну и это все оживалось. Сжигались мои калории. И вот с таким настроением, что у меня вес почти такой же. И я помчалась на море. Сейчас надо возвращаться. Когда я уходила, мой аж кем проснулся. Он говорит, быстрее возвращайся. Я просто не могла сегодня не прийти на море. Почему? Потому что мне очень чесалось все. И даже до сих пор сейчас. Ой, мухи идут кусать, кстати. Зуд был страшный под утро. Я надеюсь, что у меня это все... Мои болячки заживут скоро. И я приду в строй. Сегодня мне нужно краситься, привести себя в порядок. А также привести в порядок мои цветы, балконы, квартиру убрать. Очень много дел. Вчера все перестирала, повесила. Сегодня очень много дел у нас. Сегодня день пятницы, Венеры. Нужно посвятить друг другу это время с мужем моим. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что вы смотрите мои видео. Ставите лайки, пишите комментарии. Благодарю мир за то, что я имею сейчас. Благодарю Бога. Всех благодарю. Пошла я домой. Видите, там лежат, отдыхают, кайфуют. Выпила кофейку и возвращаюсь домой. Добрый вечер, мои дорогие. А сейчас я веду свой репортаж с моего любимого и красивого балкона. Как вы догадались, я уже в Мерсине. Мои цветочки, мой чистый балкончик. Все, я сегодня вместе с мужем помыли балконы. Как хорошо иметь машинку. Вот тут была оборка у меня вот на таком расстоянии. Оборванная. Сейчас рассела и застрочила. Ну, какая прелесть. Да, мои дорогие, все помыто, все чистенько. Мои цветочки подросли. Посмотрите, у меня мамардика. Вот какая мамардика. Вот какие цветочки. Как вы думаете, выросли, нет? Наши обувь папа стирала. А это я забрала у Анымчика семена, гвоздики. Я не знаю, гвоздички. А вот это вот бархатцы, да? Получится, не получится. Решила посушить. А вот и получится что-нибудь с них. Мои цветочки. Вырос мой перчик. Ну, что-то здесь плодов не так много, как я думала. Вот такой перчик есть, как у Анымчика. Так, вот такой. Ну, тут у меня авокадо, я смотрю. Вот еще такой перчик. Да, вот перчик. И главное, смотрите, на одном... Или это разные? Разные. Ну, вот такие вот перчики. Ну, что-то они сразу у меня щелтеют. А вот мои помидорчики. Видите, помидорчики. Вырос этот цветочек. Вырос цветочек, хотя я его не садила. Он каким-то образом сам. Мои гвоздички. Цветочки очень хорошо выглядят. Здесь тоже поменяла. Тот цветок, где были птенцы, естественно, выбросила. Он был весь в какашках. Там его гнездо в какашках. И мы ели сегодня вместе с Ашковым стенами. Вот здесь вот так все выглядит. Птички улетели. С нами не попрощались. Агурашкам, как они с нами не попрощались? Я так хотела увидеть их, но... Это говорит о том, что детки наши разлетаются. Приготовила я сегодня... Покажу сейчас вам, что приготовила. Приготовила я сегодня бамью. Мы бы ее съели. Я сегодня очень много дел сделала. Еще себя привела в порядок. Покрасилась. И вот остатки, да? Булгура. Все убрала. Все перемыла. Все генеральную сделала. Пыли столько было. Хотя здесь было окно такое. Одно открытое. Полно было пыли. Естественно, я когда вытираю со всех. Фотографии со всех. Все чистенько, так классно. Ашкин только что ушел с другом. Он давно Ялчина не видел после приезда. Так что вот, мои дорогие. Еще сумку осталось постирать. И этот балкончик. Естественно, спальню нашу. Все убрала. Не хочу себя показывать. Раздетая. Полураздетая. То есть, вот мои цветочки. Они вечером меня радуют. Вот мои хорошие. Ты такие красивые. Маму ждали. Да, и эти вот. Остались тут пару листиков. Тоже пришли в себя. Мои деточки. Парк ваш любимый, друзья. Вы, наверное, соскучились. Сейчас буду показывать каждый день этот парк. Вот что я сделала. Перестановку сюда поставила цветочки. И вот как выросли у меня. Можете сказать, как называется этот цветок? Буду очень благодарна. А этот, видите, распускается вечером. Красивый такой, да? Сам вырос. Я его не сажала. Ну, а эти цветочки у меня тоже малиновые. А я у мамы взяла, знаете, какой? Оранжевый и желтый цвета. Ну, вот. Все чистенько. Хожу босиком. Наслаждаюсь жизнью. Ой, как хорошо все-таки быть на своем месте. Какое счастье. Какое счастье. Какое счастье. Какое счастье. Я так счастлива. Я так благодарна иметь свой дом. Крышу свою. И иметь то место, где ты приезжаешь и полностью расслабляешься, да? Можно сказать. Все равно в гостях есть в гостях, да? Ты на таком чемоданном настроении. Ни шкафов, ни сумок. Все свое. Я уже вместе вещи все разложила. Все сделала сегодня. Что я хотела вам сказать, друзья мои. Лето проходит уже. А я много чего не одевала. Много чего не одевала. Посмотрите, какой гардероб у меня. Не одевала. И вот эту блузку не одевала. С 200 я купила. И вот эту беленькую не одевала. И вот эту не одевала. И брюки белые не одевала летние. Вы понимаете? И этот не одевала комбинезон. Я его, кстати, перешила. И этот не одевала. Даже во дворе не одевала. И вот это мое платье не одевала. Помните, одела и сразу же сняла. Мы уже были в шоке. Ну, вот такие вот дела. Как покупать-то? Что покупать? Одну бы раз блузку одела. Что я ношу-то? Сама не знаю что. Я эти блузки не одевала. Эта не одевала даже. Мою накидку. Ну, как-то во двор. Вот сарафан этот одевала пару раз. Вот, мои дорогие. Столько шмоток, которые даже не одевала. Ну, на море ходишь в одном и том же. Что удобно тебе. Вот такие дела. И это платье одела. Очень мне нравится. Оно в твисте я купила. Очень нравится. Еще что я не одевала. Так. Вот эту юбку тоже белую не одевала. Эти мои блузки. Так. Ну, вот так вот. Сейчас шью себе еще. Будет вообще много гардероба. Хочу сейчас сарафанчик пошить. Но, наверное, уже с завтрашнего дня начну. Ну, все, мои дорогие. Пошла я продолжать заниматься своими делами. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю. С вами Светлана Ата. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok